Друзья, прежде чем мы начнем с вами новый трюк, я настоятельно рекомендую вам подписаться на канал Мончак Норрис Шоу. Здесь вы увидите нереально крутые современные фокусы. Подписывайтесь на канал и не пропустите самое интересное, ссылка в описании. Приветствую вас, друзья! В этом видео я хочу показать вам фокус, который называется Волшебный Веер. Как вы, наверное, догадались, для него мне потребуется разложить карты вот так вот веером. А вам, уважаемый зритель, запомнить любую карту и сказать, какая она по счету, начиная вот с этого края. Запомните, пожалуйста, карту. К примеру, вы запоминаете седьмую, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Седьмая карта, вот эта. Вот эту вы запомнили, да? Окей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все это дело мы в центр закинем. И как следует потасуем. Теперь я возьму четыре небольшие стопочки по четыре карты. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Окей. Уважаемый зритель, из этих четырех стопочек выберите, пожалуйста, любые две стопки. Эти? Эти, эти, эти. Какие? Вот эти, может быть? Ну, к примеру, вы выбираете вот эти, да? Окей, хорошо. Мы эти карты уберем. Теперь из этих двух стопок выберите любую. Эту. Окей. Точно эту, может быть, эту. Ладно, эту, так эту. Оставляем ее, значит. Теперь из этих четырех карт выберите, пожалуйста, две. Вот эти две. Окей, убираем. Выберите одну. Вы, допустим, берете эту карту. Окей, мы ее оставим. И остается ваша крестовая семерочка. Эту карту вы запоминали. Ну, конечно же, я там. Вот такой вот прикольный трюк, друзья. Ну что ж, теперь давайте перейдем и посмотрим, как его делать. Окей, друзья. Давайте учиться этому несложному фокусу. Для демонстрации этого фокуса вы можете взять обычную колоду в 36 карт. Здесь колода как бы не принципиальна. Вот. И что нам нужно сделать? То есть никакой подготовки в этом фокусе не требуется. Все, что нам нужно сделать, это разложить карты веером. Вот так вот. Но одну карту вот здесь вот сзади спрятать. Пока раскладываем. То есть вот так вот разложили, спрятали одну карту. Теперь говорим зрителю, запомни, пожалуйста, любую карту, начиная с этого края, скажи, какая она по счету. К примеру, он смотрит, к примеру, он запомнил пикового валета, да? Это у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восьмая карта пиковый валет. Мы ему показываем, говорим, запомни, какую карту ты запомнил. То есть никакую карту ты запомнил. Запомни карту, скажи, какая она по счету, начиная с этого края. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Он нам сказал восьмая, да? Мы вытаскиваем ее. То есть вытаскиваем его валета. Говорим вот это, он говорит, да, окей, мы ее заталкиваем назад, собираем вот так вот колоду. Но причем собираем так, чтобы зритель не заметил, как мы эту карту подкладываем. И далее мы отсчитываем восемь карт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И вот так вот акцентируем внимание, мол, восемь валет. На самом деле это не валет, валет у нас следующая карта. Бросаем это дело сюда, накрываем эту и накрываем вот это. То есть валет у меня остается наверху. Далее, если вы умеете делать рифл-шафл, вы можете улучшить этот фокус и подсмотреть эту верхнюю карту. То есть я беру эти карты лицами к себе, отлистываю часть и захватываю для рифл-шафл. После чего я слистываю одну карту и быстренько подсматриваю, что это пиковый валет. И после чего начинаю уже тасовать остальные карты. Я знаю, что верхняя карта пиковый валет. Я это делаю просто для того, чтобы подсмотреть и узнать, какая это карта. Итак, отлистали. Вот сейчас я не успел заметить. Еще раз отлистали. Вот сейчас я заметил, что это валет пик. То есть верхнюю карту вы можете подсмотреть какими-нибудь другими способами. Допустим, как будто бы вы поправляете рукава. В этот момент верхнюю карту мы чуть-чуть выдвигаем пальцами. То есть можем чуть вот так вот выдвинуть и посмотреть, что это пиковый валет. То есть для этого мы просто колоду так вот берем и допустим вот так вот поправляем наши рукава. На самом деле мы вот так вот выдвинули. Оп, заметили, да? Опять поправили рукава. Показали, что все у нас чисто. Итак, мы готовы. Теперь раскладываем 4 стопки. Помним, валет – первая карта первой стопки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Итак, 4 стопки мы разложили. Теперь говорим. Теперь мы начинаем пользоваться просто методом подгонки. То есть нам надо зрителя подогнать именно вот сюда, к этой карте. Что мы делаем? Мы спрашиваем, выберите любые 2 стопочки. К примеру, зритель выбирает эти. Если он выбирает ту стопку, где наша карта, значит, эти стопки остаются. Если он выбирает те стопки, где нашей карты нет, нету, да, то эти карты просто убираются. То есть мы делаем так, как нам выгодно. Выбрал здесь, выбрал стопки, в которых есть наша карта. Мы говорим, окей, эти стопки остаются, а эти убираются. Теперь говорим, выбери одну стопку. К примеру, он выбирает эту. Мы немножечко отвлекаем его от того момента, что мы только что убрали те стопки, которые он не выбирал. Грубо говоря, он выбрал две стопки, и мы их оставили. А сейчас он выбрал вот эту стопку. Нам ее надо убрать. Поэтому мы немножечко пудрим мозги зрителю. Ну, не то чтобы пудрим мозги, просто даем ему немножечко отвлечься от того момента, чтобы он немножечко его подзабыл. Начинаем его просто забалтывать. Точно эта стопка? Может быть, это? Может быть, ты подумаешь? Подумай хорошенько. Подумай. Точно эту, да? Эту убираем. Эту ты выбрал? Да, окей, убираем. То есть немножечко забалтываем, чтобы он подзабыл сам тот факт, что мы действуем по-разному каждый раз. Окей, я думаю, это ясно. Далее раскладываем четыре карты. Помним, что вот эта карта наш валет. Показываем снова четыре, значит, карты. Опять выбери любые две. К примеру, он выбирает эти две. Окей, эти карты, значит, мы убираем. Остались две карты. Какую выбираешь? Если он тыкает на эту, мы говорим, поздравляем, ты выбрал своего валета пик. Если он тыкнул на эту карту, значит, мы эту также убираем. И говорим, и остается твой пиковый валет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!